Новенький электропоезд с золотой звездой на локомотиве сияет в солнечных лучах. Теперь этот состав носит гордое имя Героя России. Полковник Сергей Сухарев пал смертью храбрых в боях за Донбасс. Сегодня память о нем увековечили в железе. Сергей Владимирович Сухарев – это рязанец, которым мы гордимся. Он исполнил полностью свой долг, поднял людей, сам возглавил атаку и погиб в бою. Офицер, десантник, человек чести, настоящий Герой России. Рязань вообще – это родина решительных людей, которые по-настоящему любят свою страну. Мы обязаны сохранить память о бойцах, о героях. Для Рязани это вообще традиция. У нас аллея героев, мемориальные доски, скульптурные композиции открываются. Люди пишут стихи, песни. А вот сегодня поезду присваивается имя Сергея Сухарева. Это станет еще одним символом нашей памяти. Этот состав мы отобрали специально, заявил директор по перевозкам центральной пригородной пассажирской компании Олег Ульянов. И действительно, вагоны выглядят аккуратными и ухоженными, как снаружи, так и изнутри. Памятный сертификат на электропоезд получила вдова и родственники героя. Теперь у семьи Сергея Сухарева на маршруте Рязань-Москва будет премиум обслуживание. Сегодня он пойдет в свой первый рейс. Это действительно великая память. К сожалению, сегодня не так часто, не так активно производится такая идеологическая работа в поддержку героизма наших людей. Так вот, пусть этот поезд и напоминает, особенно подрастающему молодому поколению, о том, что в Рязани был такой герой, что именем его назван в поезд. В вагонах есть тематический материал по поводу Сергея Сухарева. Кто это такой, что он сделал и откуда он сам родом. Мы думаем, что такая традиция, она будет продолжаться и дальше. Это объявление теперь будет звучать на всех вокзалах. Поезд с золотой звездой героя уходит в свой первый рейс. А вот еще один тепловоз со станции Рязань-1 уже никогда никуда не пойдет. У входа в центральный вокзал установили памятник первому электровозу на токе. Свой путь этот локомотив серии NO-001 начал в далеком 1955-м на маршруте Ожерелье Павелец. В 80-х он завершил свою карьеру и теперь будет красоваться у вокзальной площади. У меня вот один вопрос. Как его сюда поставили? Мы предоставим видео, как это все происходило. Есть технологии. Задача есть. Секрет оказался прост. Для того, чтобы установить электровоз на площадку рядом со зданием вокзала, железнодорожники проложили 120 метров пути и состыковали их с веткой Рязань-1, Рязань-2. Установка памятника – только первый этап комплексного благоустройства площадки. Как облагородим, сразу пригласим, заявили железнодорожники.